Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикации я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства, политаризма или азиатского способа производства, АСП. Секретного потому, что его изучение было запрещено в учебных заведениях Советского Союза. И понятно почему. Политаризм, согласно классикам марксизма-лининизма, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его официально изучали бы в учебных заведениях СССР, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас и близко не было никакого социализма. А у нас был классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем, здесь есть вопросы. Сила в нашем мире часто – обратная сторона слабости. И в экономике политаризма это проявилось в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. И именно эти вопросы я и хочу детально рассмотреть и наглядно показать, какой же великий экономический шанс упустил нас наш нынешний президент – Владимир Путин. Напоминаю, в прошлом ролике я уже сказал, что цена сталинской индустриализации, согласно оценке Валентина Катасунова, составила минимум 9 тысяч тонн золота. В прошлом видео, версии публикации, я также привел фрагмент с его словами об этом. Я продублирую его и здесь, только на этот раз он будет более полным. Катасонов сказал, что в середине 20-х годов Советский Союз и близко не располагал таким запасом золота. Вот как он об этом сказал. Мы в прошлый раз с вами называли цифру, 9 тысяч предприятий было построено в Советском Союзе с конца 20-х годов до 41-го года. И каждое из этих предприятий было оборудовано импортным каким-то оборудованием. Ну, может быть, за редкими исключениями. Я потом скажу об этих исключениях. Были исключения, когда обходились без импортного оборудования. Нам неизвестна, конечно, общая смета индустриализации. Известные сметы отдельных строек, типа Днепрогресса, скажем, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский тракторостроительный, Харьковский тракторостроительный. Там сметы строительства исчислялись обычно в рублях, в золотых рублях. Ну, тогда существовал еще золотой стандарт, и можно было как-то еще ориентироваться в этих денежных единицах. Ну, я не буду сейчас вам приводить цифры в долларах. Я скажу так, что в среднем, значит, на одно предприятие в золотом эквиваленте требовалось примерно одна тонна золота. Это мои расчеты. Я, кстати говоря, в интернете у некоторых блогеров тоже встречал примерно такие же прикидки, что в среднем на закупку оборудования для одного предприятия требовалось одна тонна золота. Понятно, что для таких гигантов, как Магнитогорский или Сталинградский тракторный, там требовалось 50 или 100 тонн золота. Ну, если брать в среднем, то одна тонна. Значит, одна тонна, помноженная на 9 тысяч, получаем 9 тысяч тонн золота. 9 тысяч тонн золота. Было такое золото у России? Нет. Его не было. Ну, я думаю, что нашим уважаемым подписчикам, читателям и зрителям также имеет смысл узнать, каким золотым запасом Советский Союз располагал на середину 20-х годов 20-го века. А также, что это за сумма. 9 тысяч тонн золота. Вернее, насколько. Это запредельная сумма. Чтобы это хорошо понять, думаю, нам имеет смысл поговорить о судьбе золотого запаса Российской империи. Итак, в канун Первой мировой войны золотой запас Российской империи составлял, цифры лучше буду досчитывать, 1311,5 тонн в виде централизованного резерва Госбанка. И еще 382,5 тонн составляло так называемое монетарное золото. То есть золото, обращающееся в стране в виде золотых монет. Оно было на руках у населения, ну а также в коммерческих банках. То есть пусть будет порядка 1700 тонн. Но я думаю, уже наглядно видно, что этому золотому запасу как до неба. До 9 тысяч тонн, которые были реально необходимы Сталину для индустриализации. Между тем, на начало Первой мировой войны золотой запас Российской империи был третьим в мире. После Соединенных Штатов и Франции. И, кстати, нужно отметить, что он копился веками. Однако понятно, что Первая мировая война повлекла особую очень серьезные траты золотого запаса. И на момент захвата власти большевиками он был уже значительно меньше. Тоже лучше зачитаю цифру. А именно он составлял 852,5 тысяч тонн золота. А точнее он стал меньше почти в два раза. К этому нужно добавить, что в ходе гражданской войны он, понятно, тоже продолжил таять. И таял он буквально, как снег весной, если еще не быстрее. Понятно, что золотой запас хранился не в одном городе, а в ряде городов. Но и понятно, что в ходе войны из соображений безопасности его начали перемещать из города в город. Так, в 1915 году золото, находящееся в Петрограде, было перевезено в Нижний Новгород и в Казань. Временное правительство переместило в эти два города еще приличное количество золота из других городов. И так получилось, что в Казани на 1917 год сосредоточилось более половины золотого запаса нашей страны. Но с приходом власти большевиков в результате так называемого триумфального шествия советской власти, понятно, что вот это вот оставшееся золото оказалось полностью в их распоряжении. Более того, еще 200 тонн золота Владимир Ленин изъял у населения. В ходе от тотальных конфискаций, которые волнуешься из 1918 по 1922 год. Около 100 тонн золота в 1918 году Ленин сразу отдал Германии в виде репарации. Еще 12 тонн золота он тоже практически сразу отдал Эстонии ради заключения мирного договора. Ну и еще несколько тонн Литвии и Латвии. В августе 1918 года Казань атаковали белые войска под предводительством Владимира Капеля. И почти все золото, находящееся в этом городе, напоминаю, более половины золотого запаса страны, сразу досталось им. Ленин успел вывезти только около 4,6 тонн золота. Позже казанское золото поступило в распоряжение адмирала Колчака. Конкретно в его распоряжение поступило 505 тонн золота. То есть львиная доля золотого запаса России. Напоминаю, на 1917 год Россия располагала, лучше опять зачитаю, 852,5 тонн золота. Но Колчаку было суждено недолго этим золотом распоряжаться. В декабре 1919 года представители Антанты вынудили Колчака передать золотой запас в распоряжение Чехословацкого корпуса. Впрочем, в январе 1920 года командование Чехословацкого корпуса большую часть золота Колчаку вернуло. Но понятно, все эти перемещения далеко не шли золотом на фунзу. Часть золотого запаса была элементарно разворвана. Кроме того, Колчак очень много золота тратил на закупку, обмундирование и вооружение для своей армии. Но и известно, что значительную часть этого золота он успел разместить в зарубежных банках. И судьба этого золота, которое он переместил за границу, неизвестна по сей день. По оценке Народного комиссариата финансов в 1921 году, за время нахождения в руках Колчака золотой запас страны сохранился, тоже лучше зачитаю цифру, на 182 тонны. Ну, что бы там ни было, но в мае 1920 года большевики вернули в Казань все же большую часть этого золота. Конкретно 317,5 тонн золота. Сколько в 1920 году золота оказалось в распоряжении Владимира Ленина, единого мнения среди специалистов по сей день нет. Оценки колеблятся от 500 до 700 тонн. Однако к сентябрю 1921 года его осталось хорошо, если 57 тонн. Многие специалисты считают, что еще меньше. Куда ж Ленин такое дикое количество золота делал? Известно, что в 1921 году Ленин вывез за границу, тоже лучше зачитаю цифру, 376 тонн золота. И из них хорошо, если четверть. Была израсходована нужда армии и государства. Львиная доля этого золота легла на секретные партийные счета в западных банках. За эти сверхсекретные операции отвечал Максим Литвинов. То есть получается в западных банках по сей день на счетах, получается еще РКПБ, лежит порядка 300 тонн золота. Ну или около того. Ну и есть понятный вопрос, только ли на партийные счета попадало это золото. Или еще и наличные счета, так называемые Ленинской гвардии. И известно также, что в 1937 году Сталин пытался ответить на этот вопрос в ходе сверхсекретной операции НКВД под названием Крест. И кто-то именно этим пытается объяснить сталинские репрессии. Дескать, Ленинскую гвардию прессовали потому, что пытались выбить из нее пароли, коды этих секретных счетов. Но это, пожалуй, все, что известно на данный момент об этой операции. Она действительно была сверхсекретной. Удалось ли Сталину хотя бы в какой-то мере ответить на указанный вопрос? Тоже по сей день неизвестно. Тайна этого золота по-прежнему тайна, но с семью печатями. Впрочем, так же, как и тайна золота, которое за рубеж успел вывезти адмирал Колчег. Вот, собственно, и все. Период НЭП позволил немного стране золотой запас под накопить. Но именно немного. На середину 20-х годов Сталин располагал хорошо, если 140 тоннами золота. Опять же, оценка Валентина Катасунова. Для индустриализации же, как я уже сказал, нужно было минимум 9 тысяч тонн золота. Ну и думаю, как говорится, здесь комментарии излишни. Но и при таких стартовых условиях понятно, что прозвище «Кремлевский мечтатель» куда больше подходит не Ленину, а Сталину. Пытаться, имея 140 тонн золота, осуществить индустриализацию с первого взгляда была полнейшей утопией. Вернее, это прозвище подходило бы Сталину. Если бы он таким индустриализацией в Советском Союзе не осуществил. И более того, он ее осуществил немыслимыми, буквально фантастическими темпами. И как же ему это удалось? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я предлагаю вначале рассмотреть так называемые научные исследования ведущих экономистов России, которые пытаются ответить на этот вопрос. Эти исследования, как я уже сказал, не имеют никакого отношения к науке. Похоже, что-что экономическая наука у нас сейчас в загоне даже больше, чем она была в Советском Союзе. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Продолжение следует...